Чего хочет Тверь? На этот вопрос вот уже 14 лет отвечает основательница одноименного проекта, а также директор фонда Твери и центра НКО Юлия Саранова. За это время наша гостья реализовала десятки проектов от развития волонтерского движения до крупных городских фестивалей. Давайте узнаем, развито ли в Твери гражданское общество, как оказывается благотворительная помощь во время пандемии и все-таки чего действительно хочет Тверь. Юлечка, привет! Расскажи, как началась твоя история в Твери? Я приехала в Тверь в 2005 году, решила здесь учиться в ВУЗе. Выросла я в Волгоградской области, это далеко достаточно. На момент, когда закончила школу, мне хотелось куда-то ехать, в общем, какие-то новые просторы покорять. И я выбрала Тверь, потому что здесь были родственники, и родители бы не так переживали. И был сильный филфак, куда я благополучно поступила в 2005 году и переехала. Спустя какое-то время и семья моя переехала, и мы теперь себя считаем тверскими жителями. Ты реализуешь массу проектов. Расскажи, с чего все началось? И, может быть, был какой-то у тебя момент в жизни, какое-то событие в жизни, которое стало такой отправной точкой, да? Почему ты решила заниматься тем, чтобы улучшать городскую среду и помогать людям? Ну, началось все в университете. Благодаря фонду Потанина команда стипендиатов нашего ВУЗа имела возможность поучаствовать в конкурсе социальных проектов. До этого конкурса я даже не знала, что такое вообще социальные проекты. И мы разработали проект, поучаствовали в конкурсе, изучили эту тему и выиграли свою первую поддержку. Проект «Подари каплю надежды», который в 2006 году мы как бы запускали, до сих пор жив. Проект по пропаганде донорства крови среди молодежи. Ребята продолжают сдавать кровь, становиться донорами, помогать спасать жизни людей. Кстати, сейчас достаточно актуальное время для этого проекта, потому что в связи с изоляцией число доноров снизилось, а потребность в донорской крови осталась такой же актуальной. Переломный момент, наверное, был после университета. Предподавателем русской литературы я должна была стать. Наверное, к третьему курсу я уже понимала, что мне хочется какого-то большего простора для творчества, чем это может дать учебный план, наверное. Но, тем не менее, закончив университет, я уехала работать в школу. Меня пригласили работать в Москву, в гимназию. Такой был образовательный проект, интересная гимназия. Мне показалось, что там будет как-то, наверное, по-другому, потому что это был частный проект, интересный. Гимназия была отстроена с нуля, там невероятный кампус. И это был год очень интересной работы. Я была педагогом-организатором, классным руководителем у детишек, но не преподавала все-таки. И продолжала в Твери вести социальные проекты, которые мы с командой начали. Спустя год я поняла, что надо выбирать, потому что на два города работать было очень сложно физически. Я ездила каждые выходные в Тверь, продолжала здесь проекты. Я уволилась в Москве и вернулась в Тверь, чтобы развивать вот именно себя в сфере социальных проектов и вот общественной такой сфере. И на самом деле мой выбор был не совсем осознанным, потому что у меня не было тогда тех компетенций, которые есть сейчас. Я не до конца понимала, что такое вообще работа в некоммерческой организации, все вот эти законодательные вещи и так далее, особенности работы. Но плотно полгода я училась, погружалась в тему, и мы с ребятами открыли свою организацию. И, наверное, вот это решение уйти в никуда, да, в организацию, в которой не было там, не знаю, первые полгода вообще зарплаты, это, наверное, такой был достаточно переломный момент в моей жизни. Это же со стороны КО, ты говоришь, правильно? Нет, это была организация, ассоциация потанинских стипендиатов. То есть мы с ребятами, с кем вот вместе начинали «Каплю надежды», зарегистрировали свою вот первую некоммерческую организацию. Центр НКО чуть позже возник в моей жизни, когда я вошла в состав общественной палаты города Твери в комиссии по развитию гражданского общества. Мы познакомились с Павлом Александровичем Парамоновым, он был руководителем моей комиссии. Он поддержал мою идею создания такого центра для некоммерческих организаций, потому что я, пройдя этот путь с нуля, понимала, что, ну вот, мне очень не хватало этой поддержки, этого центра компетенции здесь, в Твери, потому что за образованием я ездила в Москву, в общественную палату Российской Федерации. В этом году 7 лет центру НКО. Один из твоих масштабных проектов «Чего хочет Тверь?», мне кажется, он на слуху у многих жителей города, и ты, наверное, как никто другой, можешь ответить на этот вопрос. Чего же хочет Тверь? После проведения разных фестивалей, благотворительных акций, социальных проектов, как бы ты ответила сейчас на этот вопрос, чего действительно не хватает жителям города? Хороший вопрос. «Чего хочет Тверь?» – очень сложный проект. Очень сложный, и, к сожалению, сейчас он как бы заморожен. Мы оставили фестиваль, мы его там ежегодно хотим держать, потому что для нас это просто и личный праздник, и праздник для всех горожан. Почти 40 тысяч человек к нам приходят каждый год. Но сама платформа «Чего хочет Тверь?» – механизм этого проекта будет эффективен, когда будет хороший, открытый диалог с властью. И, к сожалению, пока у нас этот проект не востребован на уровне органов власти. Хотя это даже президент озвучил, что каждому городу нужна платформа, как активный гражданин в Москве. И мы «Чего хочет Тверь?» создали еще раньше этого тренда. Если ответить мне лично на вопрос «Чего хочет Тверь?», мне кажется, что город начал двигаться в эту сторону, в ту сторону, чего он хочет. Я говорю сейчас о социально-культурных проектах, которые начали активно развиваться в городе. Это лектории, это детский центр «Кванториум», какие-то новые формы. Это показатель того, что появился запрос. По-другому проводить время, другое качество досуга, другое качество коммуникации друг с другом, другое качество отношений людей друг с другом. И вот для меня это показательно. Я вот просто очень поддерживаю наших друзей проекта «Рельсы», которые вот сейчас готовят к запуску культурное общественное пространство. Вот смотри, на сайте «Чего хочет Тверь?» там у вас есть отдельный такой большой раздел, где люди, каждый желающий может предлагать свою идею, что ему не хватает в городе, что нужно сделать, благоустройство. Ну там начинают благоустройство дворов, заканчивая восстановлением речного вокзала. Из всего объема, что тебе показалось особенно, какая идея показалась особенно какой-то интересной, нетипичной, нестандартной? Ну необычная, ну как вариант, да, сейчас строят просто пешеходный мост возле химика. Все-таки на твой взгляд гражданское общество в Твере, оно способно действительно как-то менять город к лучшему без поддержки власти, без поддержки государства. Насколько это реально? Что-то масштабное или достаточно существенное делать в городе без партнерства с властью практически невозможно. Мы не только поэтому с властью сотрудничаем, там замечательные люди у нас работают в некоторых департаментах, мы просто годами с ними сотрудничаем, потому что они помогают. А здесь история про то, что может ли гражданское общество в Тверской области что-то делать самостоятельно? Да, может. Я верю в компании, которые есть у нас в Тверской области, да, то есть которые тоже участвуют. Не знаю, вот у нас сейчас склад, там, не знаю, компания «Паулик» 12 тонн продукции привезла. Сейчас у нас штаб помощи работает, у нас больше 30 компаний присоединились, нас как-то поддерживают. Да, это какие-то там, ну, не знаю, где-то мелочи. Люди откликаются, и вот этот отклик для меня – это показатель, что мы можем. Есть какие-то случаи, когда власть действительно помогла, ну, да, какой-то один пример, да, привести, когда она помогла в проведении чего-либо мероприятия, акции и так далее. А какой-то момент, где вы не дождались вот этой поддержки, и в итоге в результате, ну, не сделали, не реализовали тот или иной проект? Я поняла. Некоторые наши форумы, Тверской гражданский форум, да, например, мы в партнерстве с правительством несколько раз проводили. По фонду «Твери меньше», здесь у нас больше партнерских программ с федеральными нашими коллегами, не с органами власти, не с органами власти, а с другими фондами федеральными. Город нам, например, предоставил безвозмездное пользование помещений. Правда, ну, как бы там высокая коммунальная, да, вот эта вся история, но за аренду мы не платим уже несколько лет. Что можно было бы лучше, конечно, сделать, да? Ну, я бы здесь говорила, конечно, о такой совместной программе развития некоммерческого сектора. Потому что мы строим, ну, свою в центре НКО, да, стратегию, наше видение, что можно делать для того, чтобы организации в регионе развивались. Но, еще раз повторюсь, если регион будет в эту сторону тоже смотреть и примет какую-то свою программу развития, помимо грантов просто для НКО, нужны и другие меры, да, то я думаю, что здесь, как бы, эффект будет, конечно же, гораздо выше, чем, там, усилия одной НКО. Также я бы говорила о какой-то инфраструктурной базе, да, то есть мы пытались сделать на базе, там, нашего сейчас офиса тоже какой-то каворкинг для НКО, там, общественное пространство, которым можно пользоваться для проведения мероприятий. Но мы должны понимать, что мы сейчас находимся на пятом этаже помещения без лифта, да, то есть и, как бы, не в самом проходном месте, то есть тяжело делать мероприятия общественные, да, на пятом этаже бывшего общежития. Ну, как бы, не совсем то пространство, которое, как бы, работало бы на общественные цели и стало бы общественным таким центром, домом для НКО. Я про это говорю, там, уже все семь лет, что есть центр НКО. Это такие же налогоплательщики, доходную, там, базу для региона мы формируем, да, то есть мы миллионы в год привлекаем, там, федеральных средств, пожертвований, да, то есть мы это все, ну, таким образом увеличиваем, там, валовый продукт, да, но никто это не считает, в том числе, конечно, мы тоже никак это не считаем, но это наш вклад, в том числе в социально-экономическое развитие региона. То есть я считаю, что, конечно, здесь, ну, регион недальновиден немножко, вот именно в значимости НКО. Понятно, МСП, да, бизнес открыли, ой, сразу посчитали, налогооблагаемая база, а с НКО все, эффекты не всегда можно посчитать рублями. Вот мы, например, не знаю, поработали с, не знаю, сотрудниками какой-нибудь компании, привлекли их в качестве добровольцев, они поработали с нами, поняли, что компания, например, там, участвует еще в чем-то помимо производства, не знаю, там, ботинок, и у них по-другому сложилось ощущение, ощущение того, что они значимы, да, то есть они не увольняются, у них повышается уровень, там, не знаю, работоспособности. Эти все вещи давно посчитаны, да, то есть экспертами, ну, не российскими, к сожалению. Почему, как бы, появились сотрудники HR, да, то есть которые работают с кадрами, чтобы люди себя хорошо чувствовали на работе и лучше работали. Вот мы для региона, как вот эти HR в компаниях, мы работаем с людьми, чтобы люди не болели, чтобы они имели компетенции, чтобы они работали хорошо, чтобы вообще в Тверской области как-то себя чувствовать было замечательно. Благотворительность – это основное, ну, это главное направление фонда Твери. Конечно, помощь каждого бесценна, какая бы она ни была, маленькая, большая, да, ну, в любом случае, любая помощь бесценна, но вот какие ты можешь сейчас вспомнить тех неравнодушных благотворителей, да, которые оказали такую поддержку, которую вы даже не могли ожидать и получить в тот или иной момент? Я поэтому могу вспомнить то, что вот было недавно, да, мы объявили акцию «Социальный огород». К нам обратилась некоммерческая организация многодетных семей. Ну, сейчас рыба такая сложная, да, мы кому-то продуктами помогаем, как будто вещами, у нас есть проект «Добрый шкаф». Вот, а они с инициативой пришли. Они говорят, у нас есть 140 семей, у них есть приусадебные участки. Там не надо продуктов, мы хотим, как бы, дать им возможность вырастить урожай, чтобы свои семьи, как бы, кормить. И поэтому сейчас мы запустили акцию, мы принимаем рассаду. Ну, сегодня, например, приехал наш волонтер из фитнес-клуба «Атлетик Джим» Кристина, и она привезла с собой такие стаканчики с огурчиками. И вот она вообще приехала по другому поводу. Но вот когда люди, да, вот попутно делают какие-то небольшие такие вещи, это очень важно. Да, то есть всегда кажется, что кто-то другой поможет. Каждый может сделать по чуть-чуть, и мы тогда справимся. В каких-то масштабах покажется, что это несущественное пожертвование, несущественная поддержка. Но иногда дело не в размере пожертвований или помощи, а именно в том, что ты, как бы, неравнодушен, ты не прошел мимо и сделал то, что в твоих силах. Для кого-то в силах пожертвовать 10 миллионов рублей, и это для него там, ну, несущественно. И он считает, что это несущественно и не помогает. Для кого-то там купить два пакета продуктов, потратить там 2000 рублей, это существенно, да. То есть и вот, не знаю, буквально на прошлой неделе к нам пришел человек, принес два пакета продуктов, которые мы сегодня доставили многодетным семьям. Как помочь? Расскажи всем, призови, как это было. Как помочь? Во-первых, можно зайти на сайт заботарядом.рф. Сейчас нам идет благотворительный марафон. Там написано, как можно помочь. Можно помочь, не выходя из дома, сделав пожертвование. Любое. 50 рублей, 100 рублей, любые деньги. Мы на них закупаем продукты, формируем наборы, отвозим. Можно принести продукты к нам на склад на Победа 14. Там адрес есть. Можно стать волонтером, помогать развозить. Даже если нет автомобиля, можно прийти и просто быть в составе экипажа. Можно помочь информационно, рассказать на своей странице, что такая помощь сейчас нужна. А вообще у фонда Твери разные программы. Мы и с подростками работаем, и с пожилыми. Сейчас немножко, как бы это понятно все, сконцентрировано на самой острой потребности. Но мы достаточно такие разносторонние ребята. Как удается все это осуществлять? Как мы справляемся? Ну, я на самом деле только сегодня просто переживала очень сильно по этому поводу, потому что тяжело справляться с таким большим объемом задач. Ну, например, сейчас вот просто мы последние два месяца работаем почти без выходных. Эта сфера очень сейчас как бы востребована не только тем, что есть повестка актуальная, но есть, например, компании, которые тоже бы хотели в этой сфере что-то делать. У них этих компетенций внутри компании нет. То есть, например, они хотят сделать доброе дело на территории, где они находятся. Ну, самый обычный вариант, который приходит на ум – купить подарки, отвезти в детский дом. Ну, и, к сожалению, это не та форма участия компании, которая была бы максимально эффективной. И здесь, конечно, мы предлагаем как раз-таки партнерство с нашей организацией, потому что есть возможность подсказать, какими социальными технологиями их участие будет максимально полезным. Юлечка, ну, понятно, что сейчас все ваши силы направлены на помощь людям в связи с эпидемией. Расскажи, да, по каким направлениям оказываете эту помощь и какой ты, может быть, помни, один из самых трогательных моментов случаев? Нам удалось получить поддержку, тоже федеральное пожертвование от компании «Альфа-Групп». Они выделили поддержку на приобретение продуктовых таборов с жилым людям. По спискам пенсионного фонда доставили эту помощь, 30 тысяч человек ее получили. Сейчас у нас последние закупки поехали. Это уже резервы, которые мы направляем в том числе на помощь инвалидам, семьям в кризисных ситуациях, матерям-отиночкам. Ну, то есть уже такие категории не только пожилые люди. Стараемся помочь нам, если нужно, вещами, потому что у нас есть проект «Добрый шкаф». То есть там люди приносят вещи, одежду, обувь, бытовые какие-то вещи, и мы передаем их тоже нуждающимся. Буквально сегодня утром ребята из команды поехали в Васильевский мох. Там сгорел дом у семьи пожилой. Мы тоже повезли вещи и продукты. Также работает горячая линия. Туда можно позвонить, проконсультироваться, получить какую-то информацию, если нужно психологическую поддержку. С нашей горячей линией мы также отправляем запрос на какую-то адресную помощь пожилым, когда нужно, не знаю, забрать лекарства, что-то такое, потому что пожилые до сих пор, да, то есть у нас находятся в изоляции. В перспективе появятся еще какие-то возможности. Сейчас мы ведем переговоры с фондом Тимченко. Это тоже федеральный фонд частный. Они планируют выделить нам поддержку на приобретение специализированных там, в общем, увлажнителей кислорода для наших больниц, для аппаратов ИВЛ. И также выделить планируют нам средства индивидуальной защиты для врачей в красных зонах и для социальных учреждений домов-престарелых, да, то есть пока у нас там все тихо, но нам нужно иметь резервы на всякий случай. Мы уже часть помощи туда отвозили, в ЦРКБ, в химинститут, средства гигиены для пациентов, детишки там уже находятся, мы там игрушки собирали, отвозили им раскраски. Стараемся, в общем, поддержать как можем, потому что врачам, конечно, некогда этим заниматься, мы стараемся поддержать. Ты какую-то хотела историю рассказать. А, история. История вообще на самом деле ужасная. Меня она очень тронула. Ну, к 9 мая с федеральных средств нам выделили деньги на приобретение продуктовых наборов токаранов. И ребята-волонтеры помогали нам развозить их из баскетбольного клуба «Тверь». И они приехали к одной бабушке, ей 92 года, и ее за неделю до 9 мая обокрали. Она говорит, я уже помирать собираюсь. Говорит, никакой помирать, будем столетия встречать. И, в общем, ребята решили, что возьмут шефство, будут бабушке помогать. Это как бы хэппи-энд. Но сама ситуация, я не представляю, кто эти люди, которые могут прийти к 92-летней бабушке и забрать у нее что-то из дома. И вот в такие моменты мне кажется, что, боже мой, ну, хорошо, что вот все не зря. В центре НКО вы поддерживаете какие-то идеи некоммерческих организаций, идеи отдельных людей, горожан. За какой из проектов ты особенно горда? Какой из проектов для тебя, может быть, стал в какой-то степени даже личной победой? Когда работаешь с НКО, очень сложно, ты же не видишь прямой результат. Когда благотворительный проект, ты видишь результат этих бабушек, да, и так далее. Вот. Здесь, наверное, у нас есть проект тоже партнерский, поколение «Выбор». Мы с подростками как раз занимаемся, у нас многодетные, из замещающих семей. Мы развиваем навыки разные, коммуникацию, креативность. И часть программы посвящена навыку осознанного выбора. Прямо тренинги для детей, чтобы... Выбор чего? Выбор профессии? Ну, мы приземляем на выбор профессии, но вообще это навык универсальный, мы про это говорим. И для меня это очень, ну, такая программа важная, потому что даже волонтеры, которые у меня участвуют, и говорят, Юль, настолько классная программа, мы по-другому уже смотрим на то, где мы сейчас учимся, как вообще мы совершали этот выбор, почему это важно. И я вижу, что это полезно там и для детей, с которыми я работаю, и для волонтеров, которые в этом участвуют. Юль, давай теперь поговорим еще об одном проекте «Тверь Хак». Вот его цель, вы пишете, что это создать IT-решение для актуальной городской проблемы. Расскажи, что это значит, и приведи пример одного из самых ярких решений к какой-либо проблеме. Нам пришла идея провести хакатон. Что это такое? Это такой чемпионат для программистов. Мы нашли партнера, компанию Accenture, наша тверская команда. Идея была в том, чтобы ребята, команда программистов поборолись за приз хакатона, разрабатывая решения реальных городских проблем. Это было, например, приложение для поиска собак, ну, пропавших животных. Победитель прошлого года. Там было три финалиста. Один из них – это предложение по оптимизации работы нашего доброго шкафа. А еще один был сайт. Там ребята предложили службу помощи бабушкам. Из серии, ну, как бы поступает заявка от бабушки на оказание какой-то помощи. И, в общем, такой аларм, да, то есть ищем волонтеров, чтобы волонтеры брали, как бы, заявки в работу. Идей действительно много. И я уверена, у тебя, у самой этих идей и планов еще масса, которые хотелось бы реализовать. Если подумать о каком-то будущем, каким хотела бы ты видеть фонд и центр НКО в жизни Твери? И чем твои проекты должны стать для города? Ну, не случайно фонд Твери называется фонд городского развития, фонд Твери. Да, полное название такое. И, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы фонд Твери стал, ну, таким товарищем для жителей города, который может поддержать какую-то их инициативу. И я здесь реально говорю о микрогрантах физическим лицам на поддержку их инициатив. Это, это, как бы, история, которая работает по всему миру. Микрогранты – это очень эффективная история, да. Человеку, ну, вообще, на самом деле, грант часто – это только повод, да, ну, такой знак человеку, что его идея правильная, что он идет в нужном направлении. И то, что он там победил в конкурсе, ему дают, там, не знаю, 25 тысяч рублей на реализацию своей инициативы, это, ну, для многих реально может стать стартом, да, вот своей какой-то вот верой в себя, что он может что-то делать. А когда мы говорим, ну, например, о таких же вещах в малых территориях, да, то есть в области, не только в городе, то эти небольшие ресурсы иногда – это просто, ну, вот, очень значимо. Я бы хотела, на самом деле, чтобы фонд Твери со временем стал именно грантодающей организацией. Стратегическая цель фонда – это иметь эндаумент, целевой капитал, который бы приносил доход, и с этого дохода мы бы выдавали гранты. А как? Что такое эндаумент? Это как Нобелевская премия, то есть это деньги, которые инвестируются, и на доход от инвестиций выплачивается Нобелевская премия. Вот это эндаумент, и это есть законодательство в России, все есть, есть уже фонды, у которых есть эндаументы. В идеале, когда я выйду на пенсию, у фонда Твери будет эндаумент, который будет поддерживать жителей города, и это не будет зависеть ни от смены власти, ни от того, есть гранты или нет. Это будет ни от чего не зависеть, это будет устойчиво и долгосрочно. Юлия, расскажи, где любишь гулять в Твери? Последние два месяца я не знаю, в силу того, что работаем много. А так, я люблю гулять у воды. Это Волга, это... Твое любимое гастрономическое место в городе? Если покушать, то брекфаст, если попить кофе, то буна. Какое из последних событий ты посетила в городе? Не могу вспомнить, но точно помню концерт Би-2. Вообще супер. Два раза за последний год я была на концерте Би-2 в Твери. Это были супер эмоции, отличное событие. Самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Фестиваль «Чего хочет Тверь». Это невероятное событие для нашей команды. Подготовка занимает где-то три месяца. Мы там живем в горсаду практически, застраиваем фестиваль. В нем участвуют больше 60 организаций, компаний. И для нас-то, конечно, для меня это уникальное событие, потому что мы его делаем своими руками. Какое место в городе ты первым делом посоветуешь посетить человеку, который приехал в Тверь? Ну, понятно, набережная. Я бы посоветовала подняться на рюмку. Там очень красивый вид. Путевой дворец. Что, на твой взгляд, в городе требует изменений в первую очередь? Не посыпать улицу песком зимой. Чтобы весной это не летело. Мне кажется, у нас очень пыльно. А еще что можно изменить? Пересмотреть приоритеты относительно муниципального и регионального имущества. Не знаю, какие-то учреждения государственные могут не обязательно в центре города находиться. Ну, там, департаменты какие-то. А эти пространства могут носить более социальную, общественную функцию. Например, дом офицеров. Или там кинотеатр «Вулкан». Какого места не хватает в Твери? Ну, конечно, я должна сказать, дома для некоммерческих организаций не хватает в Твери. Общественного центра. Вот «Вулканик» бы вам хорошо было. Да, было очень классно. Там можно объединить и общественный центр, и туристический. И как раз бы там все было гармонично. У нас даже есть проект по этому поводу. Даже один из чемпионатов по решению социальных кейсов был посвящен тому, как переродить вулкан. Мы по этому поводу размышляем уже несколько лет. Я надеюсь, что кто-то это услышит. Да, я надеюсь, что у тех, кто услышит, будет достаточно смелости и какого-то вдохновения, чтобы сделать из этого места что-то важное для города. Гордость Твери. Гордость Твери. Люди. Печаль Твери. Печаль Твери. Речной. Три имени, которые неразрывно для тебя связаны с Тверью. Ну, есть несколько моих друзей, с которыми я познакомилась благодаря Твери. У меня есть подруга Альбина Насибулина. Она теперь живет в Италии. Павел Саныч Парамонов. Он меня очень поддержал. Мы до сих пор в одной команде. Многие проекты вместе делаем. Ну, еще у меня есть друг, да, Коля Морин. Мы как-то, ну, вместе начинали. Я в НКО, он в как бы бизнесе. И Тверь она какая? Опиши в трех словах. Ну, добрая точно. Уютная. Для меня очень уютный город. Не знаю, почему это солнечная. Для меня солнечная. Иногда не хватает, но вот эти денечки солнечные для меня, наверное, самые такие приятные. Когда едешь по городу и чувствуешь, что вот, мне здесь хорошо. Юлечка, все, спасибо большое тебе за интервью. Рада была. Спасибо, что пригласили. Приятно провели время. Спасибо. Спасибо.